Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Дорогу сельским округам. Развитие дорожной инфраструктуры в селах получит новый толчок. Лето – отдых не для всех. Как справляется городская поликлиника с нагрузками в курортный сезон? Семейная победа. Клуб анапских молодых семей признан самым лучшим на Кубани. 36 миллионов рублей направит муниципалитет на ремонт сельских дорог. Перечень участков, нуждающихся в ремонте, составили по предложениям сельских глав и общественников. О графике выполнения дорожных работ, контроле над качеством говорили на аппаратном совещании в администрации курорта. В каждом сельском округе «Анапы» будет отремонтировано по несколько участков дорог. До сих пор главы территории располагали материалами, щебнем с карьера. Вместе с инициативными жителями благоустраивали улицы. Финансирование из муниципального бюджета дополнительно в помощь главам. Сергей Павлович у нас прошел аукцион 36 миллионов. Есть у нас победитель по ремонту сельских округов дорог. Поэтому я попрошу глав сельских округов посмотреть графики производства по вашим сельским округам. И если где-то там отставание или что, моментально ассоциализировать мне лично. Сергей Сергеев поручил представить ему график выполнения работ, поставив на ежедневный контроль соблюдение сроков ремонта. Сейчас ремонт и благоустройство идет в Гастагаевском, Анапском и Субсехском округах. Главы читались о ходе этих работ. О графике, в котором сегодня трудятся анапские аграрии, доложил заместитель главы Александр Колесников. Во всех сельских округах Анапы завершилась уборка ячменя. На сегодняшний день зимний ячменя мы уже закончили уборку. Сейчас приступили к уборке зимой пшеницы. Еще одна зона ответственности управления сельского хозяйства – выявление очагов произрастания амброзии и принятие мер к уничтожению опасного сорняка. Сергей Павлович подчеркнул, сложности межведомственного взаимодействия не должны мешать этой работе. Вы аллергикам об этом скажите, что там есть проблема. Понимаете? Тем людям, которые при цветении забегают отсюда черти куда. Вот им расскажите, что есть проблема. Я посмотрю, поймут они вас или нет? Нет, не поймут. Ну тогда в чем дело? Расскажите мне. Какие дополнительные... Вы к кому обратились? Какие дополнительные силы и средства нужны для того, чтобы бороться с этой заразой? Хотя бы понудить собственников, либо арендаторов земельных участков. На сегодняшний день во время мониторинга городской территории выявили 22 очага произрастания злостного сорняка. В городской черте уже выкашено 4000 квадратных метров газонов и площадей с дикой растительностью. Всем муниципальным службам и управлением администрации поставлена задача до конца недели принять меры по удалению амброзии на закрепленных улицах. Десятого сентября нам предстоит выбрать депутатов законодательного собрания края. В этом году Кубань вошла в число 20 пилотных территорий, на которых будут применены новые правила. Так значительно упростится механизм голосования за пределами места жительства. Если вы находитесь в отъезде на момент выборов или планируете поездку на эту дату, необходимо выполнить несколько несложных действий. За 45-5 дней они могут обратиться в территориальную избирательную комиссию по месту жительства либо по месту нахождения и написать заявление. Затем они будут по системе газвыборы исключены из списков избирателей по месту жительства и переданы в ту участковую избирательную комиссию, где они смогут реализовать свое избирательное право по месту нахождения. Также они смогут подать заявление за 10-5 дней в участковую избирательную комиссию по месту жительства. И в исключительных случаях, если человек не успел избиратель за 45 и за 5 дней ни в территориальную избирательную комиссию обратиться, ни в участковую избирательную комиссию обратиться, они смогут сделать это за 4-1 день, то есть за 1 день до дня голосования, в субботу до 14 часов. Для этого существуют специальные бланки заявления, но по этому заявлению избиратель сможет проголосовать только в участковых избирательных комиссиях, которые определены решением избирательной комиссии Краснодарского края в разрезе каждого муниципального образования и в разрезе каждого избирательного округа. Причем заявление можно подать в многофункциональный центр. С МФЦ территориальная избирательная комиссия заключила соглашение. И если раньше необходимо было обращаться лично в ТИК по месту жительства, то теперь можно написать заявление в комиссию по месту вашего временного пребывания. Что главное в любом селе? Люди, безусловно, они истории пишут, современную его действительность создают и знают, чего хотят, чтобы чувствовать себя частью большой страны. В селе Юровк, объединившись вокруг общего дела, жители смогли изменить сам подход к порядку и красоте. В стенах этого дома хранится история станицы. От копий полотен известных художников до фотографий их прототипов – один шаг. Эти древние черепки держали в руках скифы и сарматы. Местные жители несли сюда все, что говорило об особенности данной местности. Вот реброда исторического кита цитатерия, а это инструмент умелого бондуриста. Юная хранительница истории, библиотекарь, экскурсовод в одном лице Анна Медичева о создании села уверенно и тепло. Часть земли была продана еще при генерале Дмитрия Васильевича Пиленко, и селение было названо в его честь Пиленкова. Вторая часть села образовалась уже после гибели, после смерти Юрия Дмитриевича Пиленко, когда его супруга, уезжая в эмиграцию вместе с матерью Марией, распродавала земли. И в честь Юрия селение называлось Юриевка. Но экскурсию пришлось прервать. Анна Анатольевна еще и председатель ТОС, активистка общественной деятельности, отмечает сегодня день рождения. Поздравить зашла координатор ТОС Ольга Загоруйко. Среди добрых слов благодарны за способность ладить с людьми, за вдохновение и умение с легкостью браться за любые дела. Просто жители считают, что мы это вот, ну чуть ли не боги на месте, где мы проживаем. Потому что они даже как, ой, администрация-то где-то далеко, а вот почему вы не сделали, а почему, а давайте вот это сделаем. То есть как бы они считают, что мы вообще можем все. В этом году ТОСовцы организовали очистку русла местной речушки. Та заилилась, заросла и серьезно подтопила целую улицу. Совместная большая работа решила эту проблему раз и навсегда. Сейчас это все поуходило. Подвалы действительно сухие, люди довольны. А какую улицу подтапливала? Садовая. Садовая, но это вот... Пеленковка так называемая. Ни на одном субботнике пришлось поработать юровчанам в сельском парке. Он был похож раньше на лесную чащобу. Жители Демченко, Грядякина, Зосимова, Редько, Милета, Гончаров реализовали целый план по его благоустройству. Галина Глушак покрасила ворота. Сварщики лапины череватой приварили сломанные детали. Появились парки-тропинки, лавочки у стадиона, мусорные баки, да и вообще просто меньше стали здесь сорить. Более 60 лет в нашем селе существует парковая зона. Долгое время она была заброшена. Четыре года назад мы вместе с жителями взялись за восстановление парковой зоны. И вот что хочется сказать. Стоило только показать пример людям, как многие откликнулись, многие присоединились. Первые субботники, сколько мы выносили мусора, деревья облагораживали, старые деревья выпиливали. Было очень много повалено их. Местное казачество завело даже новую традицию. Выпускники казачьих классов сажают здесь липы и березки. Но именинница мечтает о большем, чтобы стал этот парк как в городе. С дорожками и фонарями, детской площадкой и тренажерами. Музей ведь тоже совсем недавно еще не был таким уютным и богатым на экспонаты. Младший Анин сын Ванечка на всех субботниках вместе с мамой отработал. Мне нравится то, что вообще во всем селе так чисто и красиво. Прекрасные желания, задуманные в день рождения, пусть осуществятся. Здорово, что у главы Первомайского сельского округа такие искренние помощники. День Рождества. Спасибо. Высокий сезон заметен во всех сферах жизни курорта. Врачи работают в усиленном режиме. Ежедневно свыше 800 человек обращаются за амбулаторной помощью. Для организации качественной работы поликлинического звена муниципалитетам принят ряд мер. Более трети жителей Анапы сегодня получают первичную помощь в непосредственной близости от дома. Это позволило более эффективно распределять ресурсы. Большая часть отдыхающих, которые чувствуют недомогание, приходят в городскую поликлинику. Это ближайшее к попережью лечебное учреждение. Здесь говорят, что электронная регистратура с шестью позициями, начиная от справки и далее, позволяет разделять потоки. Это упрощает дальнейшую работу. Нет простоев и очередей, соответственно, тоже. Пока здесь ежедневно принимают порядка 500 пациентов. В два раза меньше, чем во время вспышек простудных заболеваний в межсезонье. Сейчас, на данный момент, благодаря тем структурным изменениям, которые мы провели зимой и весной, нагрузка не такая большая и более комфортные условия для посещения поликлиники. Всего городские медики наблюдают порядка 65 тысяч человек. Из них 27 тысяч получают первичную помощь гораздо ближе к дому, чем раньше. Вера Мироновна живет в 12-м микрорайоне. С тех пор, как здесь, по решению главы города Сергея Сергеева, открыли офис врача общей практики, она не была в центральной поликлинике. Не было необходимости. Сильно очереди нет, обслуживают нормально, хорошо. На уколы ходила замечательно. Очень девушки хорошие. Филиал городской поликлиники в третьем микрорайоне также значительно разгрузил главное медучреждение. Здесь обслуживают 9 участков. Эта часть города активно развивается, сдаются новые дома. Немало квартир покупают жители со всей России, чтобы летом сдавать отдыхающим или приезжать самим. Выросла. Ну, в процентах, ну, 20-30, вот так вот, немножко выросла. Справляемся как-то, выходим из ситуации. Прием дольше ведем, раньше приходим. Отдыхающие в основном приходят с перегревами, солнечными ожогами, различными травмами, обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. При этом первая половина лета выдалась относительно прохладной. Поэтому не исключено, что в августе работы у анапских медиков может прибавиться. Анапский клуб молодых семей «Вера, Надежда, Любовь» признан лучшим в крае. В минувшие выходные на всекубанском слете анапчане показали самые высокие результаты в творческих, спортивных и интеллектуальных состязаниях. Организатор Краевой молодежный центр развития личности приурочил мероприятие ко дню семьи, любви и верности. И победа наших земляков стала приятным подарком Анапе к празднику. Клуб молодых семей «Вера, Надежда, Любовь» был образован в 2011 году на базе молодежного центра «21 век». Цель простая – объединить анапские семьи в возрасте от 18 до 35 лет общими интересами. Время препровождения, которое они могут непосредственно не дома провести, а провести в какой-то новой для них обстановке, провести с друзьями, с новыми друзьями, с детьми. Новый опыт, новые знакомства, это все что угодно. И вот для многих это как вторая семья, можно сказать, потому что мы здесь объединяемся, мы здесь дружим, дружим с семьями, становимся одной полноценной семьей. За эти годы семья значительно разрослась и окрепла. Сейчас в составе клуба 90 человек. Это 45 молодых семей и почти у каждой есть дети. На сегодняшний день клуб уже пополнился 60 маленькими участниками. И с каждым годом их количество растет. Занятия по интересам здесь может найти каждый. Семья Екатерины Гвоздевой в клубе уже второй год. Признается, что именно здесь она обрела настоящую поддержку и верных друзей. Можно проводить время всей семьей. Обычно, ну как, соревнования, это все хорошо, но туда нельзя, как бы с детьми. А здесь всегда устраивает определенную зону для детей, где там могут они играть. Но нам еще сложно выезжать, так как дети маленькие. А там нас объединяют и, ну, созданы практически все условия для того, чтобы молодые семьи могли отдыхать именно вместе. В рамках таких неформальных встреч у молодых семей появляются не только новые друзья, но и интересы. Регулярно проводятся тематические конкурсы, фестивали, акции, игровые программы, боулинг-турниры, караоке-вечеринки и многое другое. В 2013 году анапский клуб «Вера, Надежда, Любовь» доказал свою силу и сплоченность, став лучшим клубом молодых семей в Краснодарском крае. В этом году высокую планку удалось удержать. На минувших выходных анапчане приняли участие в краевом слете клубов молодых семей, который проходил в Псибае. 15 объединений со всего края боролись за право стать лучшими. Семейные пары соревновались в творческих, спортивных и интеллектуальных состязаниях. В итоге анапчане стали абсолютными победителями во всех программах. Награда, диплом лидера и сертификат на приобретение бытовой техники. Ну и самое главное, теперь анапчане представят Кубань на всероссийских соревнованиях клубных объединений. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски «Тавровские» 189,90. Московская оригинальная 249 рублей. Салями финская 657 рублей. «Тавровские мясные лавки» в «Анапе». Парковая 93А, Крымская 98, Амелькова 28 и Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, 12 июля в «Анапе» ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 28 градусов, ночью прохладнее 19 выше нуля. Ветер северо-восточный – 3,6 метров в секунду. Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. СОЦИАЛЬНЫЕ ДНИ